Хорошо, мы продолжаем. Следующая теорема, тоже наша Вильямса, относящаяся, как я обещал, к теории графов. Это из двух утверждений. Первое дает критерии, когда в графе можно выделить к не пересекающихся лесов. К не пересекающихся деревьев, извините. Пусть G — это граф, возможно, с кратными ребрами. Тогда следующие два свойства равносильные. И в E в множестве ребр можно выделить к не пересекающихся деревьев. Второе. Для любого разбиения вершин на несколько множеств имеется хотя бы k на n-1 ребр, соединяющих вершины разных множеств. 2 mm 1 mm 1 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 Н Одно условие, очевидно, следует из другого. Если у вас есть крайне пересекающихся деревьев, то каждый из них, каждый из этих деревьев, оно соединяет эти множества между собой, поэтому содержит хотя бы минус одно ребро. Потому что, чтобы соединить тем минус одно множество, необходимо минус одно ребро. Ну, поэтому у серебра хотя бы столько. Вот, оказывается, верные обратные. И второе, это когда, наоборот, можно покрыть E не очень большим количеством, ну, давайте будем говорить лесов, чтобы не думать про то, что один ли граф. Второе утверждение, там свойства такие. Так, утверждение, что эти два свойства равносильны. А во втором равносильны такие свойства. Первое. E покрывается кали сами. Ну, то есть вы можете разбить множество E на K под множество, так что ни в одном не будет циклов. И второе. То, что для любого множества V1 из V количество E на K под множество E на K под множество V1, которое я вот так обозначу, не больше, чем K на V1 минус 1. Опять же, очевидно, что второе следует из первого. Потому что в каждом лесе E на K не больше, чем V1 минус 1. Так, ну хорошо, давайте доказывать. Доказательство, похожее для обоих утверждений. Надо рассмотреть Матроид М. Это цикл и Матроид Граф. И давайте рассмотрим K таких Матроидов. То есть рассмотрим Матроиды М1 и так далее, МК все совпадающие с M. И рассмотрим их объединение. Давайте я так напишу. И от 1 до K M. То есть объединим Матроид с собой K раз. Стало быть независимым множеством, мы назовем объединение K лесов. Тогда что утверждают свойства I в первом и втором утверждении? В первом утверждении свойства I, то, что можно выделить в крайне пересекающихся деревьев, говорит, что ранг этого Матроида равен K на число вершин минус 1. В этом смысле он максимально возможный, потому что каждое независимое множество содержит не больше, чем столько ребер. И если объединение K независимых, тем более не больше, чем вот столько, а ровно столько оно содержит, если можно выделить в крайне пересекающихся деревьев. А что говорит свойства I во втором случае? То, что E покрывается колесами. Что оно будет в терминах этого Матроида? Ну, смотрите, независимые множества это те, которые есть объединение колесов. У нас условие, что E покрывается колесами. Что это означает? Ну, да, то, что E независимое. Ну, или по-другому сказать, что ранг этого самого Матроида равен размеру E. Это тоже максимальный возможный ранг, но в другом смысле максимальный возможный. Это как бы максимально возможный при фиксированном числе йобера, а этот при фиксированном числе вершин. Так, ну, отлично. А для ранга объединения Матроидов у нас есть формула. Напомню, что ранг объединения Матроидов это минимум по множеством А из Е. К на ранг в М от А плюс Е без А. Верно. Это формула для ранга объединения Матроидов. Общая тема нашей Вильямс. Ну, давайте теперь подставлять ее в эти равенства. Сначала давайте утверждение 2 докажем. Так, доказываем утверждение 2. Вот этот минимум, он должен равняться E. Ну, как показывает пример пустого множества, он всегда не больше E. То есть просто условие, что это вещь для любого А хотя бы E. Эта штука хотя бы E. То есть K на ранг А хотя бы размер А. Что такое ранг А? Вот у вас есть какое-то множество йогер. Что такое его ранг в цикловом Матроиде? Да, ну что такое размер основанного леса максимального? Это число вершин минус число компонент связности, да? Ну, если граф связный, то максимальный рез это Деева, то есть в нем число вершин минус 1, а иначе будет число вершин минус число компонент связности. Ну вот пусть множество А, но имеет какие-то компоненты связности, V1, V2 и так далее. Тогда в левой части у нас написано K на сумму веритых без единицы. И мы хотим доказать, что это больше либо равно числа йогер 2. Но по нашему предположению, по свойству 2, мы сейчас выводим из 2, 1, да? В каждом множестве веритых йогер не больше, чем K на веритые минус 1 как раз. Ну, если в каждом не больше, чем K на веритые минус 1, то сумма не больше, чем сумма. Так что как раз свойство 2, оно как раз и гарантирует, что это неравенство выполняется. Значит, это выполняется, значит, минимум равен е, значит, все е независимо в объединении циклов мотоидов, а это и, значит, свойство 1. Вот так мы легко это доказали. Так, теперь давайте доказывать первое. Как мы уже обсуждали, ранг всегда не больше этого, поэтому условие, что ранг этому равен, то что такой минимум всегда больше либо равен правой части. То есть для любого A K на ранг в мотоиде M множество A плюс E минус A должно быть больше либо равен, должно быть больше либо равно K на размер V минус 1. Ну, или если перенести все, что делится на K в левую часть, то получается то, что размер E без A должен быть больше либо равен K на размер V минус 1 минус ранг A. ну, если в A имеется S-компонент связности V1 и так далее, Vs, то мы знаем, что ранг K это V число вершин минус S, поэтому это можно записать как K на S-1. если это подставить, да? Но заметим, что все ребра, которые соединяют вершины из разных компонент, они все лежат в E без A, а таких ребер у нас по предположению хотя бы K на S-1. Ну, что и требовалось. Посмотрим, вот у нас есть множество ребер A, оно как-то расправилось на S-компонент. Но мы знаем, что эти S-компонент должно соединять хотя бы K на S-1 ребер. Это наше свойство 2, из которого мы выводим свойство 1. Ну, вот это свойство. Для любого разбиения имеется хотя бы столько ребер, соединяющих вершины разных кусков. И все эти ребра, они лежат в E без A. Могут быть и обр внутри компонент, лежащие в E без A, но все, которые соединяют разные, точно лежат в E без A. Поэтому размер E без A хотя бы такой. А это мы и хотели. Значит, это неравенство верно. Так, ну все, доказали, да. Ну, комбинаторно доказать эти утверждения не так-то просто. Видите, с помощью объединения матроидов они получаются практически автоматически. Мы просто пишем, что дано, что надо доказать, и оказывается, что это то же самое. Более того, даже если вы не знаете формулировки, вам форму объединения матроидов легко позволит ее придумать. Чтобы просто расшифровать на языке конкретного матроида, что означают эти неравенства. Так, окей. Следующее, что мы рассмотрим матроид, это многочлен тарта. Вот рассмотрим матроид М на множестве Е. Мы будем говорить то, что элемент x является мостом. Давайте так. Определим мост и петлю. Элемент x является петлей, если ранг, давайте ранг и коранг будем обозначать R, R со звездочкой, потому что они у нас все время будут появляться и долго писать. Если R от x равняется нулю. А мост, если я со звездочкой от x, равняется нулю. Это как раз соответствует мосту и петле в циклом матроиде графа. То есть циклом матроиде графа является петлей, если у него ранг 0, ну то есть если оно само по себе образует цикл, является мостом, если у него коранг 0. Что означает то, что коранг 0? Это означает то, что его удаление, значит, давайте напишем формулу для коранга, x от звездочкой от x, если его добавление к любому множеству увеличивает ранг, вот в этом случае коранг 0. Но его добавление действительно увеличивает ранг, потому что оно входит во все базы. Оно входит во все базы, мост обязан входить в любой островный лес, правильно? Без него не получится леса островного. Мост входит во все базы, значит, не входит ни в одну ко-базу, то есть не является конь независимым множеством. Вот, все. Так, это такие определения в произвольном матроиде. Бывают матроиды, в которых все элементы — это петли или капетли. Ну, для графов, например, такие элементы — это вот деревья, ну, точнее, леса. И вот петли какие-то. Ну, тогда ранг множество, в таком матроиде — это просто количество мостов в нем. Если каждый элемент — мост или петля, то ранг множество — это количество мостов, а коранг — количество петель. То есть все мосты образуют базу единственную, а все петли образуют единственную ко-базу. Если же матроид не такой, то есть если х — ни мост, ни петля, мы можем рассмотреть два матроида m без x и m по x. То есть мы их можем и в том случае рассмотреть, но там это скучно. Давайте делать так, пока это ни мост, ни петля, тогда мы можем дальше снова заменять уже для нового элемента и так далее. В итоге этот процесс такой закончится ветвящийся. И у нас получится много матроидов, в каждом из которых только мосты и петли. Заметим то, что вообще набор матроидов, которые мы получим, он вообще, говоря, зависит от порядка, в котором мы выбирали элементы на каждом шаге. Но оказывается, что с точностью дезиморфизма не зависит. То есть набор кассов и заморкностей матроидов, то есть сколько там будет матроидов каждого типа, скажем, все семь мостов и 15 петель, это не зависит от способа. Это такой замечательный факт, который имеет много следствий. И формулировать мы будем на языке многочленов. Это по многим причинам удобно. То есть вместо того, чтобы рассматривать набор этих самых классов, мы будем рассматривать так называемый произведящий многочлен. Но давайте обо всем по порядку. Давайте определим многочлен по такой формуле. Просто напишем формулу. Значит, многочлен контактам от матроида М от буквы ЦИГЭК. Это сумма по всем подмножествам Е. Сейчас будет немного загадочное выражение. Х-1 в степени Р от Е минус Р от С на У-1 в степени С минус Р от С. Ну, почему здесь х-1, у-1 и не х-1? Ну, во многом по историческим причинам. Изначально он определялся по-другому, там были х и у. Но удобнее его раскладывать по степеням х-1, у-1 вот так. Это многочлен. Заметим, что эти показатели неотрицательные, да, потому что ранг, во-первых, с одной стороны не больше С, с другой стороны не больше ранга Е. Кроме того, мы можем заметить такую формулу, то, что ранг от Е минус ранг от С это дополнение С минус коранг от дополнения С. Ну, это вот формула для коранга, которую мы сегодня много раз писали и еще первый раз писали в прошлый раз. Коранг считается вот так. Ну, таким образом мы можем вот здесь, например, написать вместо этого подставить вот это и тогда выражение будет более симметричным, да, просто здесь будет С минус Р от С, а здесь дополнение минус коранг дополнение. Из этого сразу получается двойственность. То, что ТМ со звездочкой от Х, У это ТМ от И, У, Х. То есть переход в рост на уматфлориду соответствует при установке Х, У. Ну, это просто видно из формулы, да, вы будете суммировать не по С, а по дополнению С и получите то выражение. Так. Хорошо. Теперь давайте напишем для него регуентное соотношение, которое как раз связано с удалением и стягиванием. Так, а именно пусть А произвольный элемент Е. Тогда ТМ от Х, У равняется УТМ без А от Х, У, если А петля, Х, ТМ по А от Х, У, если А мост и, наконец, ТМ по А плюс ТМ без А ну, я не пишу, что от Х, У, если А не мост и не петля. Так, вот это сейчас мы это докажем, это не очень сложно. Так, это ключевое соотношение для многочлена Татта. Спасибо. 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 Ну, давайте посмотрим до того, как это доказывает, что из этого следует. Вот если все элементы мосты и петли, мы видим, что удаление петли умножает на У, а удаление моста на Х. То есть в этом случае значение многочлена Татта будет Х в степени число мостов на У в степени число петель. Ну, так таким образом получается, что если мы будем делать вот такой процесс с удалением и стягиванием, пока он не закончится, то есть пока каждый из полученных мостроидов не будет элементарным, в смысле там только мосты и петли, то вот такая сумма по элементарным она даст вам многочлен Татты. Ну, потому что сумма многочленов Татты вот этих, она равна многочлену Татты этого, ну и старше по индукции получаем такое. Отсюда следует то, что набор не зависит, потому что многочлен Татты, он один, он определен с самого начала явной формулой. Ну, а то, что такая сумма не зависит, это как раз соответствует, что набор одночленов не зависит. То есть набор типов этих элементарных мотоидов не зависит от того, как именно вы запускали свой процесс. Так, ну давайте вот это доказывать, это не очень сложно. давайте выделим, разобьем эту сумму на две. Первая сумма это в которых S содержится в дополнении A. Вторая сумма это в которых S чертой содержится в дополнении A. Ну, ясно, что каждое S, оно либо таково, либо таково, но не оба сразу. Давайте посмотрим на первую сумму, где S содержится в дополнении A. Так, ну, вот посмотрим на это выражение. Что у нас там стоит? x-1 в степени ранг E минус ранг S на h-1 в степени S минус ранг S. Заметим, что ранг S он такой же, как ранг S в матроиде E без A. Да, потому что при удалении M без A, точнее, при удалении ранги не меняются. Но есть два варианта. Первый, если ранг E равен рангу E без A. В этом случае мы получаем то, что первая сумма, давайте вот эту сумму обозначим Сигма-1, а эту Сигма-2. В этом случае мы получаем, что Сигма-1 это просто T M без A от X Y. В каком случае это имеет место? То есть, что ранг E равен рангу E без A. То есть, в каком случае удаление элемента сохраняет ранг? то есть, в каком случае есть база, не содержащая этот элемент? В том случае, если элемент лежит в какой-то кобазе. То, что элемент лежит в кобазе означает, что он является конезависимым, то есть, он не является мостом. Итак, это если а не мост. Если же A мост, то здесь возникнет множитель X-1, потому что ранг E без A на единичку меньше будет. Ну и аналогично для сигмы 2. Ну, просто по двойственности. Это будет T M по A от X, Y, если A не петля. И Y минус 1 на T M по A от X, Y, если A петля. Ну, таким образом мы видим, что если элемент A не мост и не петля, то одна сумма это вот эта, другая вот эта. Это мы доказали. Если A мост или петля, то упражнение убедитесь, что удаление и стягивание даст один и тот же матроид в обоих случаях. Для графа это видно, если вы петлю удалите или стянете, это одно и то же. Ну, убедитесь в этом самостоятельно. Ну и соответственно, если A мост, то у вас такое слагаемое и такое. Матроиды это одинаково, и коэффициент получается X. Вот для моста коэффициент X, для петли соответственно Y. ну вот все доказали. Отлично. Так мы определили многочинт акта и доказали его базовое свойство рекуэрентное соотношение. На самом деле это рекуэрентное соотношение встречается много для чего. давайте мы обсудим. Давайте сначала всякие базовые свойства. Что такое T от 1.1? 1.1? 1.1? 1.1? Давайте посчитаем. T от 1.1 это что? Чего? Ну если хотя бы один из показателей положительный, то соответствующая штука даст 0, конечно. А вот если оба показателя нули, то она даст 1. Когда оба показателя нули? Значит давайте смотреть. Когда этот показатель 0? Наверное когда S максимального ранга. Когда этот показатель 0? Когда S независима. Когда они оба 0? Когда S что? Нет. S скорее всего зависима. E максимально да. Когда S максимально независима. То есть когда S база. Итак вот этот показатель 0, когда S независима. Этот показатель когда S максимального ранга. Ну получается что оба они нули. Когда S независима максимального ранга. То есть базы. Таким образом это количество баз. Например для связанного графа это будет количество основных деревьев. Я не помню у вас была маточная тема о деревьях. Видимо нет. Короче вот количество основных деревьев оно удовлетворяет такую эвакуентному соотношению что если вы удалите или тянете то надо будет сложить для двух полученных графов. Так второе т т от т 1 что это такое ? Так да значит если x это 2, а y это 1, то у нас вот это должно быть 0, а это всегда единица. То есть это 0, это значит, что r от s равняется s, то есть s независимо. Получается, это количество независимых. Ну, соответственно, tm от 1, 2 это количество по независимым. Так, 4t. t, a, 2, 2, например, это что будет такое? Так. Так, да, t от 2, 2, это, так, чего? Что? Да, 2 в степени числа ребер. Не ребер, а элементов мотроиды. Так, хорошо. Ну, теперь, когда вы, вы, может быть, помните, что вы когда-нибудь с такой икурсией уже встречались, когда вы удаляете или стягиваете ребро. Какой объект удовлетворяет похожие икурсии? Ну, так, есть, вот, есть, но хоть и июде. Я думал, вы знаете. Хроматический многочлен графа. Вы проходили хроматический многочлен? Нет. А, вы не проходили. Ну хорошо, давайте пройдем. Пусть хи g от k это количество покрасок, ну правильных покрасок вершин графа g от k цветов. Так, так вот, оказывается, что это многочлен от k, и он выражается через многочлен татте. Поэтому, сейчас я вам напишу формулу, k в степени r, ну почти через многочлен татте, минус 1 в степени n минус r на многочлен татте от 1 минус k0. Где r это число компонент связности, я думаю, а n число вершин. То есть, если у вас граф связный, то это с точностью до знака k на многочлен татте. Так. Ну, давайте, например, вот это равенство докажем. Ну, когда я говорю про многочлен татте графа, я имею в виду многочлен татте его циклового матроида. Ну хорошо, давайте докажем, например, эту формулу для количества покрасок. Ну, давайте докажем ее по индукции, где базой будет, например, граф, в котором только петли и мосты. Ну, если в графе только петли и мосты, то сколько способов его покрасить? Ну, если есть хотя бы одна петля, то покрасить нельзя, правда? Потому что эта петля, она соединяет две вершины одного цвета. Ну, и мы видим, что если в графе есть петля, то такой многочлен татте тоже ноль, потому что эта петля выносит множитель игрек, который у вас ноль. Так, таким образом с графами и с петлями разобрались. Теперь, если только мосты, то есть граф — это островный лес. Ну, сколько способов покрасить лес в K цветов? Ну, вот эту вершину красим в K способов. Ну, подвесим каждую компоненту связности за вершину, ну, за любую. Каждую из следующих каменную с одним способом, да, потому что один цвет запрещен. Это цвет ее предка непосредственного. Таким образом количество покрасок равняется K на K-1 в степени число ребер. В степени число ребер. Но это надо перемножить по всем компонентам. Ну, что вы получите? Ну, K в степени R, где R — число компонент, на K-1 в степени число ребер общее. А что дает вам многочлен ТАТТА? Он вам здесь дает 1-K в степени число ребер. Но у вас есть еще множитель минус 1 в степени N-R. Но N-R — это как раз число ребер. Число вершин минус число компонент связности для леса — это число ребер. Ну, получается вот это. То есть как раз K-1 в степени число ребер. Ну, и так получается, что для леса это тоже совпадает. Теперь надо доказать... Давайте докажем индукционный переход. То есть мы можем выделить в графе ребро А, которое ни мост, ни петля. И тогда эту часть мы можем так переписать. K в степени R на минус 1 в степени N-R на TG от 1-K 0. Давайте смотреть, что произойдет с этим ребром, если его удалить или стянуть. Ну, вот я вот это TG подставлю для него формулу TG без А плюс TG по А. Формулу для многочлена Татта. Как для графов G без А и G по А меняются параметры R и N-R? Но поскольку это ни мост, ни петля, то число компонент связанности не меняется при удалении, да? Раз это не мост. И при стягивании тоже не меняется. А вот число вершин меняется при стягивании на единицу. Таким образом, вот эта штука, она сменит знак для графа, в котором оно стянуто, да? Ну, таким образом получается, что это TG без А минус TG по А. Минус из-за того, что сменилось число вершин. Где я воспользуюсь индукционным предположением для графов TG без А и TG по А. И я хочу проверить, что это TG от K. Ну, параметр K я не перешел. Итак, то есть для хроматического многочлена надо проверить... Здесь что-то с полками. Что? Здесь что-то с полками не так. Что-то не так, да. Здесь же без А. Вот так, а здесь правильно было. Здесь же по А. Спасибо. Так, и так для... Вот такое соотношение надо проверить для хроматического многочлена, то есть для количества способов покрасить к цвету. Если мы его проверим, это и завершит наше доказательство по индукции. Ну, действительно, как мы его проверим? Ну, вот у нас есть ибро А. Вот у нас есть покраски графа G без А. Их сколько-то есть. Они делятся на два класса, в которых концы ибра А разного цвета, их вот столько. Ну, потому что они являются правильными покрасками в графе G тоже. А те, в которых концы ибра А одного цвета, их вот столько. Потому что в них можно эти две вершинки стянуть, и покраска останется... Получится покраска графа, в котором ибро стянуто. Верно? Ну, вот и получается соотношение, только вот по-другому переписанное. что количество покрасок G без А это количество покрасок G плюс количество покрасок G по А. Ну, вот, доказали. Хорошо. Другая интересная интерпретация многочлена ТАТТА и даже хроматического многочлена получается, если мы подставим ТА2,0. ХГ от 2,0. Ну, вот если вы подставите вот эту формулу их равное минус единице, то вы получите, что это просто минус 1 венной на ХГ от минус 1. То есть это с точностью до знака количество покрасок в минус один свет. Так что с такой покраски в минус один свет? Я утверждаю, что это количество ациклических ориентаций. То есть количество способов так ориентировать каждое ребро, что не будет циклов. Опять же, это утверждение очевидное, если в графе только петли и мосты. Потому что если есть хотя бы одна петля, то ациклических ориентаций 0, и значение многочленного татта 0. Если только мосты, то любая ориентация ациклическая, то есть будет 2 в степени число ребер. Ну вот как раз и будет 2 в степени число ребер. Потому что многочлен татта элементарного матроида, мы знаем, что это такое. Это x в степени число мостов на y в степени число петель. Итак, для таких графов проверили. Ну а дальше надо проверить рекуррентное соотношение. То есть что количество ациклических ориентаций, давайте окнуть ее, назовем там АЦАДЖ. АЦАДЖ это АЦАДЖ без Е плюс АЦАДЖ по Е. Вот если Е, то любое ребро. Ну давайте докажем это равенство. Это несложное упражнение. Как мы будем считать ациклические ориентации? Вот удалим сначала это ребро. И у нас будут какие-то ациклические ориентации. Мы предположим, что из них ациклические ориентации бывают такие, в которых между этими вершинами вообще нет пути. И такие, что есть путь в одну сторону. Если бы были пути в обе стороны, то был бы цикл. Правда? Ну вот пусть х, это когда нет путей. То есть х таких ориентаций, графа Ж без Е, в которых нет пути между этими вершинами. И у, когда есть путь в одну сторону. Сколько имеется ациклических ориентаций графа Ж? Ну если путей вообще нету, то можно и бро Е доориентировать как угодно. И цикл не появится. Правда? Ну если вы ориентируете, что появляется цикл, это как раз означает, что был путь в одну сторону. А если путь в одну сторону был, то и бро Е надо ориентировать вдоль этого пути, чтобы цикл не появилось. Таким образом, количество ациклических ориентаций Ж это 2х плюс у. А количество ациклических ориентаций графа Ж по Е, я утверждаю, что это х. Ну действительно, вот ровно те ориентации, которые при стягивании не производят цикла, это те, в которых нету пути между этими двумя вершинами. Потому что если он был, то он при стягивании превращается в цикл. Ну хорошо. Итак, вот получается такая формула, принадлежащая Ричарду Стэн, для которой он связывает драматический многочлен и ациклические ориентации. Давайте посмотрим, сколько у нас времени. Что мы еще успеем пройти про многочлен ТАТА? Да, но какое-то время есть. Хорошо. Так, следующее, тогда что мы рассмотрим, это потоки. Так, потоки. Вот, это похоже на потоки в сетях, но немножко другое. Вот, предположим, что у вас граф ориентирован. И у вас на каждом ребре стоит элемент некой терабелевой группы. Ну, аддитивный. Так. Он называется потоком, если любой вершины, сумма по входящим ребрам равна сумме по исходящим. Ну, несложно видеть, что если вы ориентацию какого-то ребра смените, то вы можете одновременно сменить знак часа, соответствующего этому ребру. Ну, и у вас поток останется потоком. Поэтому, скажем, количество потоков, оно не зависит от ориентации графа. Ну, и не только количество, а вообще есть простая объекция. В потоках меняется множество потоков при смене ориентации некоторых ребер. Так что, на самом деле, от ориентации не очень много зависит. Поток называется нигде не нулевым, если все чисто стоящие на ребрах не равны нулю. Я говорю число, это элементы группы. Так, нигде не нулевой поток. Элементы на ребрах не равны нулю. Заметим, что, чтобы нигде не нулевой поток существовал, в графе не должно быть мостов. Давайте это поймем. Предположим, что в графе есть мост. Давайте поймем, что в любом потоке на этом мосту написан ноль. Ну, вот рассмотрим, вот он делит граф на две части. Рассмотрим это равенство, что сумма по входящим равна сумме происходящей по всем вершинам в одной части. Тогда каждый блок, кроме моста, будет посчитано один раз как входящий, один раз как происходящий. Но у нас останется, что на мосту написан ноль. Таким образом, если в графе есть мост, то количество нигде не нулевых потоков ноль. Это намекает на связь нигде не нулевых потоков с многочленом Татте. Потому что многочлен Татте, если у вас х равняется нулю, он как раз тоже равен нулю, когда в графе есть мост. Вот из-за этого свойства. Ну и действительно. Давайте напишем формулу. Вот рассмотрим группу Z, P, K, Z. Группу остатков по модулю К. Плохо, да? Я и группу, и граф обозначаю G. Это неудачно. Группу не будем обозначать G. Просто группа будет Z, P, K, Z. Так вот, количество нигде не нулевых потоков. Давайте так напишем. C от G в точке K. Это равняется минус 1 в степени M плюс N плюс R. На многочлен Татте графа G от 0, 1 минус K. Так. Вот такая формула. Давайте смотреть. M это число йобер. N вершин. R компонент связности. Короче, с точностью до этих основных показателей это многочлен Татте. Ну, давайте посмотрим. Да, как надо считать поток, если у вас в графе есть петля? Ну, вот на петле можно писать все, что угодно. Потому что она как бы и входит, и выходит. Из данной вершины. Поэтому на ней не важно, что писать. Поэтому давайте поймем, что если в графе только мосты и петли, то эта формула верна. Ну, если есть мосты, то обе части 0, это мы уже обсудили. Если в нем только несколько петель. Ну, если в нем, не знаю, сколько, x петель, то тогда многочлен Татте, это у вас будет 1 минус K в степени x, а количество потоков, это у вас будет K минус 1 в степени x. Надо понять, что обе эти части совпадают. Это очень сложно. Это надо, получается, надо доказать то, что M плюс N плюс R плюс x четное. Но, наверное, M и x это просто вообще одно и то же. Надо доказать, что если в графе только петли, то число вершины, число компонент связности, это тоже одно и то же. Вот что. Вот. Так что это действительно четно. Окей. Хорошо. И так же таких графов проверили. Так. Ну, теперь индукционный переход. Про то, как меняется количество потоков. Если мы ебро удаляем или стягиваем. Вот у нас есть ебро E. Итак, проданный переход мы доказываем, что обе части удовлетворяют одному и тому же рекурентному соотношению. Ну, или, по-другому говоря, мы применяем рекурентное соотношение для многощина ТАТТА. Давайте смотреть. Вот у нас есть графы G без E и G по E. Как у них меняются количество вершин, ебер и компонент связности? Давайте сначала разберемся с графом G без E. Количество вершин в нем такое же, компонент связности такое же, ебер на единицу меньше. То есть эта сумма, она сменила четность, значит, эта штука сменила знак. Если мы стянем, то число ебер уменьшится, число вершин тоже уменьшится, число компонент связности не изменится. Поэтому эта штука не сменила знак. Таким образом, получается, надо доказать, что число потоков для графа G это число потоков для графа G по E минус число потоков для графа G без E. Давайте это докажем. Это опять должно быть как-то очевидно. потоки надо чему-то сопоставлять. Ну вот у нас есть потоки в графе G без E. Вот это вот ябро E, его нет. Сейчас, наоборот. Извините, есть потоки в графе G по E. Мы хотим доказать, что G по E это сумма. Так вот у нас есть потоки в графе G по E, в котором эти две штуки стянуты в точку. Давайте посчитаем наши суммы, там входящие минус суммы происходящим для вот и обе соответствующих одному концу E и для и обе соответствующих другому концу E. Есть два случая. Первый случай, и то, и другое равно нулю. Ну тогда это соответствует потоку в графе G без E. Второй случай, нет, вот это я не туда показываю, вот это же без E. Второй случай, эти обе суммы не равны нулю, то есть они противоположны, но не нулевые. Тогда мы можем единственным образом, растянув этот граф обратно, написать на E число, так, чтобы получился поток в графе G по E. В графе G уже. Вот если здесь эта сумма там 7, это минус 7, то здесь вот надо писать 7 или минус 7 в зависимости от ориентации ребра, чтобы получился поток в исходном графе. Итак, если эти суммы равны нулю, то это соответствует графу G без E, а если они не равны нулю, то это соответствует потоку в G. Поэтому это количество равно сумме этих двух. Итак, видите, у нас получается интересное соответствие между потоками и покрасками. Вот там было 1 минус К, 0, а здесь 0,1 минус К. Как мы знаем, перемена X и Y по многочинению ТАТО соответствует переходу к двойственному матроиду. Матроид двойственный к графическому, к циклу матроиду графа, это разрезной матроид, и вообще говоря, он не будет графическим снова. Но иногда будет. Как вы думаете, когда? То есть, когда объект двойственный к графу, это тоже граф. Так вот можно спросить. Ну, какие вы знаете двойственности для графов? Да, для панарных графов двойственные объекты будет матроид. Вот смотрите, если у вас граф, давайте для простоты читать многогранника, ну или там какой-нибудь хороший, потому что я не хочу думать о всяких плохих вещах. вот остовное дерево в многограннике, плохо без цветного мела, его дополнением будет остовное дерево, это не остовное дерево я нарисовал, вот нужно еще какое-то, и вот, например, вот это. Вот так это остовное дерево, да? И, в дополнение, будет остовное дерево в двойственном многограннике, потому что вот, если вы нарисуете оставшиеся ребра, то вот в графе граней двойственном это будет, там еще внешняя грань есть. Это будет остовное дерево. То есть база в одном, ну база это остовное дерево в циклу Матроиде Графа, а кобаза это, стало быть, минимальный разрез. Но вот он является основным деревом в дополнительном графе. Точнее, минимальный неразрез, максимальный неразрез. Итак, для карты двойственность соответствует переходу от вершин к граням. Таким образом, к примеру, гипотеза четырех красок, то, что количество нигде не нулевых, то, что положительное число покрасок в четыре цвета плоского графа, оно соответствует тому, что существует нигде не нулевой четыре поток, ну, соответственно, в двойственном графе. Можно так формулировать. А вопрос о нигде не нулевых к потоков можно ставить уже не для планарных графов. То есть вот если у вас есть граф без мостов, то в нем существует нигде не нулевой к поток для большого к, вопрос для какого. вот оказывается, во-первых, что такая ограничена равномерно, то есть для всех графов без мостов одно и то же. В настоящее время это доказано для шести, то есть существует на любом графе без мостов нигде не нулевой шесть поток. Это доказано полум сеймором, это не очень просто. Даже если вы замените шесть на миллион, это не очень просто. а четыре поток недостаточно. Контрпример, например, граф Петерсона, вот такой, который является контрпримером во многих вопросах в теории графов, так что надо в первую очередь всегда на нем проверять. Вот для него не существует нигде не нулевого четыре потока. Но гипотеза, что нигде не нулевой пять поток существует всегда, если нет мостов. Это не доказано. Так, сколько у нас времени? Так, а, ну хорошо, есть как раз еще где-то минут восемь, да? Давайте поймем, что существование нигде не нулевого К потока это свойство монотонное по К. Вообще говоря, это никак, ну так, как я сформулировал, это вообще не очевидно, да, потому что здесь остатки по модулю К, а там остатки по модулю К плюс один, какая вообще между ними связь. Ну, может быть, по модулю 5 можно поставить, а по модулю 6 уже нельзя. Все-таки, ну, на самом деле можно переформулировать не количество потоков, но существование. Можно переформулировать так, что будет понятна монотонность. так, давайте докажем теорему, что уже существует нигде не нулевой К поток равносильно тому, что можно расставить на ребрах уже целые числа от минус К минус 1 без нуля до К минус 1, так что сумма в каждой вершине просто ноль, как целое число. не просто делится на К, а равна нулю. Ну и это свойство уже очевидно монотонно пока. Чем больше К, тем проще так сделать, правда. Так. Ну, давайте это доказывать. Ну, как мы будем это делать? Ну, мы будем расставим сначала так, чтобы они все делились на К, а после этого будем улучшать. То есть вот мы расставим числа вот из этого множества так, что, ну, сумма имеется в виду по входящим минус происходящим. По входящим минус происходящим. Ну, вот потоковая сумма, которая должна быть нулю для потока равна. Так, и расставим как-нибудь, чтобы они просто делились на К, это можно сделать, да? И теперь будем поменять так, чтобы стало равное нулю. Ну, давайте улучшать ситуацию. Вот пусть в какой-то вершине сумма имеет, например, отрицательную потоковую сумму. вот, итак, ну, да, давайте, вот пусть в этой вершине потоковая сумма отрицательна. Предположим, что от нее есть путь до вершины, в которой потоковая сумма положительна. У нас уже было похоже на рассуждение. Предположим, что здесь потоковая сумма положительная. Так, давайте мы что-нибудь попробуем поменять. Давайте сначала сделаем так. Сейчас я вам скажу. Давайте не совсем так делать. Давайте, вот у нас есть эта раскраска, давайте, если на ком-то ребре стоит отрицательное число, то мы сменим его ориентацию и заменим на положительное. Поэтому теперь мы будем считать, что у нас все ребра, все, на всех ребрах написаны числа от 1 до К-1. Вот. А веса не изменились при этом, то есть потоковые суммы не применялись, потому что мы одновременно меняем ориентацию и знак числа на нем. Вот. Теперь предположим, что у нас есть путь из отрицательной в положительную. Ну, что мы тогда сделаем? Наверное, мы вычтем К из всех этих ребер. Ну, тогда эта сумма уменьшилась на К, эта увеличилась на К. Ну, давайте считать, что они определяются так, что именно таким образом, а не наоборот. И получается, что сумма наших неприятностей уменьшилась. Вот. Ну, у нас было практически дособно такое же рассуждение, когда мы строили ориентацию с малыми исходящими степенями. Это действительно очень похоже. Ну, а если такого пути нету, то получается, что все, докуда можно дойти, там потоковые суммы не положительные. Ну, и давайте сложим потоковые суммы по этому множеству. Мы получим противоречие. Потому что вот здесь все торчат сюда. Числа на них не отрицательны. Здесь сумма отрицательная, здесь везде неположительная. Ну, и когда мы сложим, мы получаем противоречие. Так что этот прием, который мы еще раз изучили, он позволяет свести существование модулярного К-потока в существование срочисленного К-потока. Так что гипотеза 4-красок может быть так сформулирована, что вы можете наебрах поставить числа от минус 3 до 3, не нулевые, так что сумма в каждой вершине 0. Ну, сумма входящих минус сумма происходящих.